Астрология 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 Март начинается на новолуние 2 марта у нас будет новолуние в знаке рыб Дополнительно туда добавится аспект Меркурия и Сатурна Меркурия у нас отвечает за наши коммуникации Разговоры, информацию, нервную систему Любые документы, а также любые перемещения И любую информацию Сатурн же – планета ограничений, твердости, жесткости и очень сильной власти. Так вот, сейчас все, что будет происходить на протяжении всего месяца, а то, что происходит всегда на Новолунии, дает буквально шлейф на протяжении ближайших 29 дней. Так вот, мы увидим, что все время все вокруг на нас будут выкладывать буквально ушаты разной информации. От общеполитической до какой-то личной, и нам необходимо будет срочно принимать какое-то решение и какие-то меры. Сейчас у нас идет на небе знак рыб. Очень часто, когда солнце находится в знаке рыб, все ситуации, которые происходят в этот момент, какие-то немножечко вялые, непонятные, чуть-чуть как будто бы замыленные. И вы смотрите как будто бы на мир через стекло, которое запотело. И вам хочется его протереть, чтобы понять, ну что же там за стеклом, за окном. Но стекло запотело с той стороны, вы не можете дотянуться. И тогда вам приходится додумывать. Вот все это мы будем ощущать в течение всего марта месяца. Дополнительно к новолунию у нас с вами соединяется Венера с Марсом и Плутоном. Это будет точное соединение 3 марта. Но действовать оно начнется заранее, и чувствовать мы его будем на протяжении еще недели спустя. То есть до 10 марта мы будем ощущать этот аспект. Соединение Венеры с Марсом, с одной стороны, это прекрасный эмоциональный, энергетический такой посыл. Это отношения между мужчиной и женщиной. Венера отвечает за женское состояние, Марс за мужское. Это возможность выстроить отношения с другим человеком. Но Плутон это та планета, которая отвечает за колоссальные трансформации. Марс планета войны, планета насилия, агрессии и огня. Поэтому, пожалуйста, на протяжении первых двух недель марта будьте особенно аккуратны. Старайтесь, даже если вас что-то задевает сильно, спускать все на тормозах. Люди, ну вот сейчас настолько могут быть агрессивны и не контролировать себя. Они просто не будут хотеть это делать. И часто в каждом из нас будет просыпаться такое отелло. И очень многие люди будут ревностно относиться не только к тем своим любимым и отношениям в паре, что важно Марс в соединении с Венерой, но и вообще ко всему, что касается наших личных пристрастий и их оттенок. Венера это все, что отвечает за наше желание, за наше личностное восприятие. Если нам будет казаться, что кто-то лично нас задел, то тут буквально будет взрыв. Постарайтесь, пожалуйста, чуть спокойнее, чуть более взвешенно, чуть более вдумчиво. Во-первых, воспринимать информацию. Как я уже сказала, за это отвечает Меркурий, который будет напряженный в течение всего марта месяца. Сейчас он находится в Водолее, и за весь марта он буквально пролетит несколько знаков сначала в Водолее, потом 10 марта Меркурий зайдет в Рыбы, а затем в конце марта, 27 марта, Вовен. То есть он несется буквально на всех парусах. Это самая большая скорость. А это значит, что скорость информации, которая на нас будет вывариваться, она будет астрономическая. Поэтому, поскольку у нас с вами задействован знак Рыб, та информация, которую вы будете слышать, она, возможно, некорректная. Возможно, некоторые люди захотят разыграть какую-то свою карту на общеполитических и общемировых тенденциях. Пожалуйста, не ведитесь ни на какие-то такие вещи. Это может плохо закончиться и для вас лично, и, в принципе, для ситуации в целом. Дальше у нас с вами 5 и 6 числа. Будет хороший аспект, который немножечко отпустит ситуацию и даст возможность разрядки. Но затем ситуация будет накаляться. Уже ближе к полнолунию, 18 марта, у нас будет очень важный аспект с планетой Лилит, напряженной квадратуры. А это значит, что все ситуации и все манипуляторы всех мастей от самых высоких до самых низменных будут стараться в нашу голову буквально внедрить определенные задачи и какие-то решения. И очень часто из-за этих манипуляторов люди делают очень печальные какие-то поступки, за которым потом стыдно. Кроме этого, у нас, начиная с 18 марта по 23 марта, у нас будет разгул черной магии. Берегите, пожалуйста, себя. Буквально люди с негативной энергетикой, а также люди, которые занимаются разными не очень хорошими вещами, будут стараться максимально свое влияние распространить, где только возможно. Поэтому, если вам кажется, что на вас кто-то наводит какие-то неприятные волны, прямо так и скажите, откуда пришло, туда и вернулось. Все, прям эту фразу скажите про себя мысленно, можете вслух и отпустите ситуацию. И ничего не бойтесь. Здесь часто страх управляет людьми, они делают очень ошибочные поступки. И в конце месяца будут тоже довольно неприятные аспекты. Это будет 23, 24, 27 марта. А в 27 марта Меркурий, про который я говорила, который будет очень стремительный в течение всего месяца, перейдет в знак Овна. И опять военная риторика зазвучит довольно громко. Я вам обязательно расскажу, как обычно, когда я даю прогнозы на неделю, что будет в каждую конкретную неделю. А также дам вам определенные ритуалы, которые вас защитят от всего самого тяжелого и неприятного. И вы будете знать, на что обратить внимание и как себя обезопасить. Ну и обязательно я вам расскажу в апреле про очень важные аспекты, которые будут в середине месяца. И про ряд судьбоносных соединений в следующем месяце. Так что, мои хорошие, хорошего вам дня, марта месяца. И я уверена, что если вы будете держать ситуацию, насколько это возможно, под контролем, и спускать некоторые агрессивные вещи на тормозах, все в нашей жизни будет хорошо.